дорогие мои всем большой привет добро пожаловать в новый влог и предлагаю его начать сразу с распаковки потому что любимые refill прислали мне просто огромную посылку с их классной продукции я очень этому рада и очень хочется с вами поделиться первая в посылке это просто огромная пачка мои любимые матчи она теперь с коллагеном то есть будет бодрить и придавать коже сияние кофе я не пью поэтому выбрала еще пряный чай латте я его уже пробовала я его очень люблю он согревает изнутри и укрепляет иммунитет и также выбрала еще а церемониальную матчу в чистом виде с ней я планирую кое-что приготовить рефил спасибо огромное за такую посылку я вас обожаю и не советую вам тоже попробовать их функциональные латы супер фудами они кстати не содержат сахара если вам это важно в общем все ссылки я оставлю в описании обязательно попробуйте а еще мне очень понравились арома палочки которые есть у рефил вот эти голубые с арбузом просто потрясающе пахнут счастьем и летом и Теперь хочу попробовать приготовить с вами один рецепт из пинтереста я кстати пыталась его как-то приготовить прошлой весной и сейчас наконец-то пробую во второй вариант это будет запеченная овсянка с матчей как раз у меня появилась матча в чистом виде поэтому очень даже кстати полный рецепт я оставлю для вас в описании ну а пока просто покажу приготовление рецепт очень простой все ингредиенты нужно всего лишь перемолоть в блендере первый ингредиент это 40 грамм овсяных хлопьев затем одно яйцо которое брызнуло мне на чистую новую пижаму затем две чайных ложки матчи 100 миллилитров молока я использую здесь фундук и пекан но можно любое другое немного сахара по вкусу или это может быть мед немного разрыхлителя также в эту смесь я добавляю немного белого шоколада простой белый шоколад я не нашла у меня он с висташками на думаю так даже будет вкуснее запекаем всю эту прелесть в духовке при 200 градусах 15-20 минут ну а пока сделаем чай ну что пришло время пробовать получилась идеальная текстура именно такая как на видео в пинтересте в принципе это вкусно мне понравилось но буду с вами честный это не совсем мой продукт я немного другим привыкла завтракать и люблю другие продукты на завтрак но это неплохо так что если вы такое любите то смело готовьте я вернулась с небольшой прогулки зацепила себе сэндвич на обед из душе покажу вам сейчас небольшую распаковку и расскажу вам вообще про что будет этот влог сейчас будет распаковка небольшая во-первых заказала себе с вайлдберрис тряпочки для стола причем это те самые вирусные тряпочки про которые все снимают рилсы но я в шоке что они такие большие но возможно они просто так сложенные короче я не особо там разбираюсь в вайлдберрис поэтому заказала что заказала и как бы забрала что заказала окей о нет они оказывается маленькие они просто так по дурацки сложены заказала такие тряпочки из микрофибры я похоже брала все время в призме призмы как вы знаете сейчас нет поэтому на замену взяла вот такие тряпочки оставлю ссылку в описании они очень бюджетные вроде прикольные у меня тут есть кое-что интересненькое что я купила на озоне еще пару авокадо и сейчас мне очень нравится вот такая вот индейка кота во вкусвилле просто потрясающе вкусный продукт супер низкокалорийный нежирный при этом очень вкусно с ними делать тост с авокадо это просто мой любимый завтрак в последнее время вот но вернемся к распаковке сейчас я вам покажу что находится вот здесь я не смотрела надеюсь это красиво это кое-что для моей матчи я заказала себе вот такой стаканчик для матчи я правда думала он будет чуть больше очень милый керамический вот такой мне хотелось как-то фэнси пить свою мальчу вот такая вот красотулечка в общем стоила она где-то 400 рублей или около 500 оставлю ссылку на нее в описании если вам будет интересно а я ее пойду сейчас помою и приготовлю матчу и мы с вами немного поболтаем и расскажу вам что вы вообще увидите в этом влоге итак чашечку мы с вами помыли сейчас я вам покажу как я готовлю свою матчу что вообще для этого использую в общем все вам расскажу итак что я использую для матчи естественно матчу матчу у меня бренда рефил я ее постоянно покупаю и вот наконец-то мы теперь дружим с брендом я этому крайне рада обожаю их матчу ее очень удобно готовить мне нравится что там есть составе кокосовое молоко это делает ее такой более кремовый и также раньше у ребят еще в саше был кокосовый сахар в составе они его сейчас убрали поэтому я продолжаю добавлять немного сахара чтобы она была такой немножко сладковато сливочный на вкус обычно я готовлю с молоком альпро это баристо кокосовый почему я взяла два потому что не уверена что мне здесь хватит на порцию вот баристо кокосовый мне больше всего нравится еще у альпро есть классный вкус хейзлнад и пекан но я его советую использовать с какао или с чаем латте рефил потому что молоко достаточно сладкое такое ореховое его с матчей как мне кажется не очень классно а вот с какао просто вкуснятина использую также венчик для своей матчи у меня пока нету венчиков вот этих японских я использую просто венчик я его заказывала на озоне я довольна им он хороший он качественный но у него есть один минус у этого венчика три стадии мощности и самое ужасное что они все переключаются одной кнопкой то есть ты один раз включил у тебя включается самая легкая мощность и чтобы включить уже вторую ты просто еще раз нажимаешь и у тебя уже вторая и так далее и потом самая мощная в чем собственно проблема когда ты готовишь матч вот в таком стакане если ты захотел например остановиться и там взять паузу от своего взбивания молока или чего-либо в следующий раз когда нажмешь кнопку там будет скорость уже мощнее и это неудобно и мне приходится так быстро нажимать чтобы вернуть на первую скорость вот такая вот у этого венчика проблема все вот это снимается также была вторая насадка которую я совсем не пользуюсь в целом неплохая вещь вот так что на всякий случай оставлю ссылку в описании для вас но я не сказала бы что это супер пупер удобный венчик вот обязательно встряхиваем наше молоко потому что оно растительное и ой неужели мне хватит на порцию класс я в среднем беру 200-220 миллилитров молока на всякий случай нюху вдруг испортилось на всякий случай попробую чтобы понять вдруг оно испортилось то у меня в последнее время проблемы с этим все нормально оно хорошее далее я иду греть свое молоко в микроволновке где-то минуту двадцать чтобы потом когда я буду его взбивать оно сразу не остыло и мне не приходилось его греть дальше молоко я погрела дальше все супер просто я беру упаковочку рефила немножко массажирую или вроде так уж делать не надо да немного массажирую как написано в инструкции потом вот так пальчиком удираю порошок от края чтобы было удобно в общем высыпать в стаканчик я все-таки добавляю чуть-чуть сахара буквально вот пол чайной ложки просто потому что так вкуснее как раз сейчас я спробую новые тряпки для стола вытру мачо которую я просыпала конечно же и дальше просто взбиваю вот какая у меня сейчас скорость все мачо готово я ее сейчас просто перелью в красивую новую чашечку и будем наслаждаться что ж хочу теперь вас посвятить в некоторые события марта которые со мной случились и которые вы дальше увидите необычный такой формат влога но он получился бы таким хаотичным рваным поэтому я решила вам сесть и все нормально рассказать и все нормально первое что вы увидите во влоге это небольшое мероприятие которое было 30 марта меня пригласили на дегустацию обновленного меню в ресторан авокадо queen это ресторан от новиков групп если вы не знаете то возможно у вас на слуху ресторан сыроварня это те же владельцы мы сыроварню саши очень любим мне было очень приятно когда меня пригласили в авокадо queen как-то даже я рассказывала что этот ресторан открылся относительно недавно и мы с сашей никак туда не дойдем и вот меня позвали пригласили мне было очень приятно я конечно же согласилась и сначала я жутко переживала я все таки как бы еще такой блогер новичок и я переживала как все пройдет но я зря волновалась все прошло классно я познакомилась с классными девчонками мы там все пообедали заценили новое меню действительно было очень вкусно я брала гуакамоли с чипсами глютен фри было безумно вкусно затем был гаспачо из авокадо с лангустинами киви и томатами это наверное единственная позиция которая мне не очень понравилась это был такой крем-суп с киви и авокадо это достаточно странное сочетание кисло-сладкое какое-то при этом там были томаты, лангустины странное блюдо я бы наверное такое больше себе не заказала я его даже не доела но если мне кажется убрать оттуда лангустин и сделать это десертом было бы прям неплохо дальше я ела паутус пюре сельдерея мне очень понравилось блюдо рыба была нежнейшая было очень вкусно все и дальше я пробовала десерт авокадо квин это фирменный десерт ресторана тоже классный такой муссовый десерт классный был день мероприятие было для меня прям в новинку вот надеюсь таких будет еще больше и это было только начало мне было безумно приятно интересно волнительно но в итоге все понравилось все прошло классно и теперь я вам показываю как это было и 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 ты на следующий день мы сашей поехали снимать видео с идеями осенних образов это видео уже вышло на канале вот здесь сейчас выскочит подсказка и честно Но говоря, мне очень странно, что такие видео набирают очень мало просмотров на моём канале. Они самые, можно сказать, непопулярные. Хотя, наоборот, затраты на это видео самые большие. То есть по времени, по бюджету, по сложности съёмки, по сложности подготовки и прочее, прочее. Я очень расстраиваюсь, когда такие видео практически не набирают. Так же, как шопинг-влоги или просто влоги или обзоры каких-то брендов. Поэтому, если вы не смотрели ещё это видео, пожалуйста, перейдите по ссылке. И я вас прошу его посмотреть, поставить лайк этому видео, потому что я очень старалась. И мне будет приятна ваша поддержка. На следующий день мы поехали снимать видео идеи весенних образов. Это было 31 марта. И также покажу вам сейчас бэкстейдж и влог с того дня. Сегодня у нас съёмочный день. Буду снимать сейчас весенние образы, идеи образов. Вот. Снова в любимой фотостудии, но уже другой зал сегодня. Такой вот он красивый, бежевый. Сейчас будем куда-нибудь ставить наш рейл с одеждой. Мы всё сняли, очень устали. Пришли пообедать прямо здесь же, в местечко, которое называется Каморра Бицца. Обычно мы едем домой, спокойно отдыхаем дома. Едим дома. Но в этот раз мы взяли студию на три часа. Сейчас уже четыре. Мы устали. Я голодная очень. Я боюсь, что я просто не доеду до дома. Напишите в комментариях, если у вас так же. У меня просто, в принципе, пониженное давление. Я знаю, что когда человек голодный, давление ещё больше падает. Короче, когда я голодная, я могу прям дооборочно до таких состояний. Поэтому я не очень люблю терпеть. Я обычно, если я прям сильно голодная, то я просто иду есть. Я вот не терплю там до дома, не до дома. Потом пока доедем, пока там сообразим, что мы поедим. Поэтому пришли есть сейчас пиццу. Я ещё взяла картошку фри. Ну вот и всё. Поделилась с вами событиями за прошедшие несколько недель. Я надеюсь, вы соскучились по влогам. Следующий влог уже будет в нормальном формате. Я, наверное, уже не буду так сидеть перед вами. Не буду рассказывать, что произошло. Вы увидите всё сами. Если вы скучали по влогам, поставьте обязательно лайк этому видео. Также подписывайтесь на мой канал. В описании вы найдёте все ссылки на мои социальные сети. Обязательно подписывайтесь на меня в телеграм-канал. Я там много выкладываю подборок, рецептов. И, в принципе, делюсь с вами своими новостями. Спасибо вам большое за просмотр. Желаю вам прекрасного весеннего настроения. И до скорых встреч в новом видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok